Айдар Медшин пообещал во время прямой связи отменить строительство торгового центра на футбольном поле во дворе дома на Сюмбике 63, но, несмотря на это, судебное разбирательство состоялось. В ходе слушания всплыли новые факты. Лучшие на бумаге не всегда лучшие на деле. Нижнекамские управляющие компании регулярно входят в лидеры общероссийского рейтинга, но многочисленные жалобы горожан доказывают обратное. Жители дома по улице строителей 22А почти месяц вынуждены жить в ужасных условиях. Коммунальщики, которые начали делать ремонт в подъезде, бесследно пропали. Нижнекамцам обещали колесо обозрения высотой 60 метров, а по факту оказалось 42. Куда? Дели еще 18. Нижнекамцы начали получать уведомления на уплату налогов за 2018 год. Что нового? Санаторий-профилакторий «Корабельная роща» празднует свой юбилей. Нижнекамцы вот уже несколько месяцев подряд ведут борьбу с предпринимателем, который намеревается возвести на месте футбольного поля торговый центр. Во время прямой связи Айдар Мершин пообещал отменить строительство магазина во дворе дома на Сюмбике 63. Поступок городоначальника нижнекамцы оценили. Вот правда, никто и не задумался о том, что обещание спустя несколько недель останется лишь в памяти горожан. Никакого документа, подтверждающего отмену строки, пока нет, зато судебное разбирательство есть. Накануне состоялось предварительное слушание. Там побывала наша съемочная группа. Три месяца разбирательств, неоднократные публичные слушания с представителями администрации и прокурорские проверки. Найти выход и прийти к общему решению так и не удалось. Жители дома 63 по улице Сюмбике, не желая видеть в своем дворе вместо футбольного поля торговый центр, с заявлением обратились в суд. Суть дела в том, что они продлили аренду на эту землю, на эту футбольную поле. Мы хотим сделать культурное футбольное поле, тренажеры поставить, загородить его, ну, устроить, короче. Нарушение права граждан никто не имеет права, даже предпринимать. Высказана судье просьба о том, чтобы данная собственная территория, которая сейчас принадлежит к муниципалитету, была возвращена в собственность жителей дома Сюмбике. Те 63 очень важные. Бизнесмен Юлия Маняхина считает свои действия законными. И несмотря на публичное заявление градоначальника о прекращении возведения торгового центра, отменять строительство магазина не собирается. По словам ИСЦА, действия ответчика порой выходят за рамки закона. В интервью НМедиа Александр Тимушев рассказал, как муж предпринимательницы пытался его запугать. Угрозы мужчины всерьез не воспринял, потому и заявление в милицию не написал. Баталии за придомовую территорию длятся с начала июля. Жителям дома в поисках поддержки даже пришлось побывать в Москве в Генеральной прокуратуре. К слову, сразу после этого в прямом эфире на телеканале НТР мэр города Айдар Меджин пообещал, что строительство торгового центра будет прекращено. Три часа назад, до прихода на прямой эфир, я разговаривал с застройщиком, инвестором проекта, и мы договорились о том, что объект на Сюмбике 63 строиться не будет. Однако на деле оказалось все иначе. По документам строительство не отменено. Это шокировало жильцов дома. На данный момент мы не удовлетворены. Мы все-таки надеемся на то, что слова Айда Раисовича подтвердятся еще и документально. Потому что без документа, в котором написано, что стройки не будет. С 2004 года футбольное поле считалось придомовой территорией, а после было выведено и передано исполкому. Последние выдали разрешение на возведение торгового центра. И тут встает вопрос, кто дал добро на передачу земли администрации города. Их обязательно ставят документы, касающиеся оформления аренды данного земельного участка, а также иных документов касательно выдачи разрешения. В свою очередь мы их отдельно рассмотрим и уже, исходя из этого, какие-то дополнительные позиции выразим. На сегодняшний день стройка торгового центра на Сюмбике, 63, заморожена. Идет судебное разбирательство. Следующее слушание назначено на 10 октября. Кира Николаева, Марина Чернышкова, Инмедиа. Нижнекамские управляющие компании регулярно входят в лидеры общероссийского рейтинга. Не так давно сообщалось, что они по итогам голосования жителей опередили даже Казань и набережные Челны. Но, как показывает практика, не все в нашем городе гладко в сфере ЖКХ. Тому подтверждение многочисленные жалобы нижнекамцев, которые с завидным постоянством поступают к нам в редакцию, а также в народный контроль. Жители дома по улице Строителей 22А с нетерпением ждут, когда же продолжат ремонт в подъездах их дома. Стартовали работы почти месяц назад, удалили старое покрытие, навели беспорядок и пропали. На поиски коммунальщиков отправилась съемочная группа «Н-Медиа». За это время коммунальщики успели только нанести первый слой побелки и поменять обычные лампы на светодиодные, которые реагируют на звук. Пока нет материалов. Чтобы выяснить реальные причины, мы обратились в управляющую компанию. Плотников привлекается на те дома, где проведены капитальный ремонт дорог. Туда, что включается изготовление скамеек, именно косметический ремонт соколей, косметический ремонт входной группы. Это тот же материал, применяется, запланированный, тоже так же, который применяется при ремонте подъездов. Кроме того, в незапланированные работы входит срочный ремонт кровли. Получается, что основная проблема в том, что персоналу, который занимается ремонтом дома, постоянно добавляются новые задачи. А делать все одновременно невозможно. Но почему от этого должны страдать жильцы и как решить проблему? На эти вопросы ответа в домоправлении не дали, зато пообещали завершить работы 10 ноября. Новое колесо обозрения, казалось бы, должно радовать каждого нижнекамца. Предполагалось, что оно станет еще одной визитной карточкой города, работая в тандеме с телевышкой. Но, как оказалось, не все жители готовы кататься на новом аттракционе. Причина – дорогостоящий билет за пару минут удовольствия. Кроме того, журналисты «Энмедиа» нашли еще несколько подводных камней. В Нижнекамске появится новое колесо обозрения стоимостью 100 миллионов рублей. Статьи с такими заголовками появились на республиканских сайтах в конце июля. Но вот парадокс. Прошло почти два месяца. Строительство на финишной прямой, а сумма каким-то странным образом уменьшилась почти вдвое. С вопросом, почему так произошло, мы обратились к главному специалисту отдела поддержки и развития предпринимательства. Изготовитель гарантирует, что именно такое колесо будет безопасно для нашего города и по высоте достаточно. Но все-таки 100 миллионов-то выделили на колесо 60 метров, а оно 42 и потрачено было почти 2 раза. Нет, инвестор сам инвестирует этот проект, поэтому из не 100 миллионов, а проект обошелся порядка 70 миллионов рублей. И исходя из этого, они вложились в это размеры колеса 42 метра. То есть я так понимаю, что инвестор оплатил, инвестор поставил и теперь просто инвестор будет собирать свои деньги. Совершенно правильно, да. Согласно разработанному проекту, аттракцион должен стать уникальным. Светодиодная подсветка, утепленные кабинки для круглогодичной работы. Еще одна визитная карточка, вечерами привлекающая гостей города своими яркими красками. Уже сейчас известно, новое колесо обозрения будет иметь современную систему управления. Вес конструкции вместе с 18 кабинками, в которые помещаются до 6 человек, примерно 100 тонн. А высота 42 метра. Это, по данным сайта НМР, на 11 метров выше, чем старое колесо. Все бы ничего, только есть одно большое но. Промониторив интернет-источники, мы нашли информацию о том, что колесо обозрения в парке аттракционов высотой 55 метров. Каким образом новое колесо обозрения в парке семья выше его, на 11 метров, остается загадкой. По словам Айрата Шарипова, инвестор сам проявил инициативу строительства колесо обозрения в Нижнекамске. И его размер действительно 42 метра, а не как было обещано 60. Все дело в том, что такие огромные аттракционы ставят в городах-миллионниках, а в нашем ставить его себе дороже. Не спешат радоваться и горожане. Нижнекамцев смущает цена за билет в 250 рублей. Я пенсионерка, мне не позволяет эту сумму. Хотелось бы, конечно, поменьше, чтобы сумму назначили. Вот еще молодой город и семьями туда. Хотя бы для начала бы сделали пониже цену для привлечения людей. Цена билета – это устанавливает сам инвестор. Мы обсуждаем ценовую планку. Просто сейчас написано, что по росту. Я считаю, что это не совсем правильно. Надо будет все-таки по возрасту. Сейчас в парке облагораживают территорию в планах строительства нового кафе. Оно также предусмотрено проектом. Открытие аттракциона запланировано на 22 сентября. Кирилл Темников, Влас Семагин, НМедиа. Вы смотрите программу «События». Для тех, кто присоединился к нам только что, я напоминаю, что все свежие новости Нижнекамской не только вы можете найти на сайте media.nknh.ru, а также в группе ВКонтакте. Подборка новостей на наших интернет-площадках вас приятно удивит. Ничего лишнего, только самое горячее и интересное. Мы будем рады вашим комментариям. А сейчас слово Евгении Смоленковой. Она расскажет о последних новостях промышленного сектора. Здравствуйте. На площадках Нижнекамск-Нефтехима происходит немало событий, которые заслуживают вашего внимания. Самое интересное вы увидите прямо сейчас. Это очень современный конкурс, и надо идти в ногу со временем. Сотрудники компании Нижнекамск-Нефтехима рассказали, что помогло им стать призерами в отраслевом чемпионате WorldSkills. Молодые люди привезли три медали из Сочи. Испытания по выпуску новых марок продукции, полипропилен, о целях расширения ассортимент продукции и импортозамещения. Постоянное развитие. В этом году на заводе пластиков провели порядка 20 опытно-промышленных исследований. Зима близко. Нефтехимики готовятся к холодам. Ремонтируют кровлю, проводят проверку труб. Освоение новых марок продукции. Проведение опытно-промышленных испытаний. Внедрение современных систем в производство. Директор завода пластиков Нижнекамск-Нефтехима подвел итоги деятельности подразделения за 8 месяцев текущего года. Доклад выслушали на еженедельном совещании руководителей предприятия. Каждый день перед заводчанами стоят серьезные задачи. И касаются они всех сфер деятельности. Совершенствование технологий производства, освоение новых марок, работа по импортозамещению, по испытаниям новых марок сырья и материалов альтернативных поставщиков, направленных на снижение себестоимости продукции. Все это и не только было сделано в текущем году на заводе пластиков. Также совместно с НТЦ проведено 17 опытно-промышленных испытаний. В том числе 4 испытания по выпуску новых марок продукции полипропилен о целях расширения ассортимент продукции и импортозамещения. 6 испытаний по оптимизации производственных процессов и марок пластиков в цели улучшения их перерабатываемости. 7 испытаний новых материалов альтернативных поставщиков в цели снижения себестоимости продукции. В этом году заводчане также работали над внедрением новых катализаторов и над реализацией программы по выпуску марки полипропилена для БОП Плензге. К слову, это один из наиболее востребованных материалов, пользующихся спросом почти в любой сфере, где необходимо использовать гибкую упаковку. Ее потребление постоянно растет, расширяется круг применения. 8 месяцев этого года позади перед заводчанами стоят не менее серьезные задачи. В продолжении исследования испытаний новых катализаторов для производства полипропилена, полиэтилена, испытаний медленнее альтернативных сырьевых добавок, материалов на производствах всех, работа по снижению затрат на упаковку, испытаний новых видов пленок и альтернативных поставщиков. Еще одной темой совещания стали итоги деятельности Управления технического контроля Нижнекамск-Нефтехима. В подразделении регулярно проводятся аудиты, лаборатории проходят подтверждение компетентности. Кроме того, отделы участвуют в процессах освоения новых марк продукции. Лаборатория принимает участие в сравнительных испытаниях с участием провайдера, то есть независимой стороны. Это принимает участие пластики у нас и экологические лаборатории. Это санитарно-промышленная лаборатория, лаборатория БОС. И это является обязательным условием для проведения аккредитации лаборатории. Также среди выполненных работ – капитальный ремонт в лаборатории по контролю биологических очистных сооружений. Там полностью обновили мебель, закупили современное оборудование. Помимо этого, кардинальные изменения произошли и в отделе технического контроля лаборатории, расположенной на второй промышленной зоне. На совещании рассказали про передвижной экологический пост, приобретенном в этом году. На машине более 15 единиц оборудования. Это хроматографы, это газоанализаторы, аспираторы. И определяем 19 веществ в атмосферном воздухе. Работаем, у нас есть программа, работаем по программе, а также дополнительно, если есть жалобы населению. Эта машина выезжает. Также начальник управления рассказал о достижениях сотрудников. Так, два лаборанта совсем недавно привезли призовые места с межрегионального конкурса профессионального мастерства среди работников предприятий химической промышленности. В свою очередь, генеральный директор отметил, что сотрудникам акционерного общества необходимо активнее включаться движение WorldSkills. Надо сделать подборку, где мы участвовали, на каких моментах недоработали, где-то что-то, и, соответственно, полностью анализ и дальнейшие наши действия по этому направлению, где мы планируем участвовать, как готовиться, где что. На совещании отдельно остановились и на теме промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Сейчас идет период капитальных ремонтов. На этой неделе, например, начинаются работы на заводе «Этилена». Азад Бекмурзин призвал все производства акционерного общества уделить еще большее внимание этим вопросам. «Приоритетами должны для нас быть промышленная безопасность, промышленный контроль со стороны всех органов, техника безопасности превыше всего и экологические аспекты, экологические вопросы. Загазованность, розливы, они могут способствовать, вернее, привести к негативным последствиям с точки зрения опасности как к окружающей среде, так и к жизни, здоровью наших работников и вообще жителей города». Это необходимо донести до всех работников в Нижнекамп с нефтехимом, подчеркнул Азад Бекмурзин. По его словам, все промежуточные операции должны быть регламентированы. Под особым контролем должны проходить и пропарка, и продувка, и слив жидкости при опорожнении аппаратов, чтобы не допустить нарушений промышленной и экологической безопасности. «Нарушение этих регламентов технологических каких-либо должно пресекаться на уровне уже линейного персонала. Сознание должно поменяться у нас, у самих в первую очередь, и у своего персонала поменять должны». «Необходимо разработать систему поощрения персонала за пресечение и исключение нарушений в области промышленной и экологической безопасности», заключил генеральный директор. Кузель Вазива, Влад Семагин, НМедиа. «Нефтехимики» привезли три медали с чемпионата WorldSkills, который проходил в Сочи на протяжении недели. Участники со всей России сражались за звание лучших по трём компетенциям – лабораторный химический анализ, аппаратчик химических технологий и ремонт технологического оборудования. Компанию «Нижнекамснефтехим» представляли три работника предприятия. Накануне с ними встретился и наш корреспондент. «Нефтехим!» С таким командным духом «Нефтехимики» завоевали три бронзы на отраслевом чемпионате WorldSkills. На протяжении шести дней конкурсанты выполняли задания по модулям, максимально приближенным к работе на заводах. «Борьба была трудной, задания были серьёзные и конкуренция чувствовалась на уровне. После выполнения этих заданий утираешь пот с лица, ну, оказалось, что игра стоит свеч. Всего в чемпионате приняло участие почти 50 конкурсантов. Все работники промышленных предприятий. Несмотря на то, что они были конкурентами, атмосфера стояла тёплая и дружественная. «Были представители с разных регионов России. Это даже общение в неформальной обстановке. Участники общались между собой, рассказывали, как у них на предприятии, как у нас на предприятии происходит всё это». Обмен опытом, получение новых знаний и знакомство с другими участниками и экспертами. С поездки, как делятся ребятам, они старались взять по максимуму. «Этот чемпионат, он очень современный. Когда наше публично-акционерное общество участвует в этом, оно показывает, насколько оно современно. Это очень современный конкурс, и надо идти в ногу современной». Сотрудники градообразующего предприятия были представлены в трёх компетенциях. За каждым участником закрепили эксперта. Они и готовили нефтехимиков, а после на чемпионате выступали в роли судей. «В момент обсуждения модуля, присвоения оценок по критериям, конечно, шла борьба между экспертами. И эта борьба была непростая, она была такая напряжённая, но всегда заканчивалась положительными нотками». Сотрудница НТЦ «Нижнекамский фтехима» Лесян Мулакаева участвовала в компетенции «Лабораторный химический анализ». Девушка вошла в тройку сильнейших. «Благодарна за то, что они дали такую возможность поучаствовать в таком мероприятии, так скажем. И это для меня даёт большое преимущество как в работе, так и изучение чего-то нового». Сотрудник завода олигомеров и гликолей Андрей Кукарин показал настоящее мастерство в компетенции аппаратчик химических технологий. Среди 16 конкурсантов он занял третье место. Ещё один участник от акционерного общества «Радик Аглямов». Слесоремонтник ЦРО участвовал в компетенции «Ремонт технологического оборудования». В его группе было 11 человек. Он также замкнул тройку лидеров. Как делятся ребята? Завоевать три победы им помогли наставники и те знания, которые им в них выложили на предприятии. «Как я на химию устроился, у нас учителя были хорошие, учили хорошо, ну и поддерживали эксперты. Эмоции положительные съездили, всё понравилось, всё на высшем уровне проходило и рады результатам». Движение «Ворлотскил» стремительно набирает популярность. Соревнования по профмастерству проходят на разных уровнях – городских, региональных, федеральных и мировых. Нижнекамск «Нефтехим» активно принимает участие. Компания и дальше будет продолжать готовить своих работников на чемпионаты по различным направлениям. Кира Николаева, Марина Чернышкова, НМедиа. На заводе «Этилена» Нижнекамск «Нефтехима» начинается плановый капитальный ремонт. В связи с этим 18 и 19 сентября возможно сжигание остатков нефтехимических продуктов на факеле с его дымным горением. Это вынужденная мера, связанная с подготовкой оборудования к ревизии и капитальному ремонту. Горожан просят не переживать. Выход на факел в период подготовки оборудования к ремонту предусмотрен технологическим регламентом и инструкциями. На период останова на производстве при дымном горении организуется подфакельное наблюдение. К другим темам. На Нижнекамск «Нефтехиме» полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему периоду. В зданиях ведется ремонт кровли, чтобы не было подтеков от дождей. Трубопроводы проходят испытания перед началом отопительного сезона. Об этом доложили сегодня на еженедельном заседании представителей профсоюзного комитета предприятия. Повестка дня совещания довольно серьезная. От того, насколько тщательно нефтехимики подготовятся к холодам, зависит бесперебойная работа производства и, конечно же, промышленная безопасность. Перед началом отопительного сезона в начале производится гидроприсотка внутренних систем. Куда приглашаются инспектора и органадзора. Мы смотрим, выдерживается ли система, для чего делается. Чтобы в процессе самого отопительного сезона не начали выявляться проблемы. На балансе Нижнекамск-нефтехима находятся почти полторы тысячи зданий и более восьми сооружений. Помимо этого, на территории объединения есть 18 колодцев и эстакад. Все это необходимо тщательно подготовить к осенне-зимнему периоду. Все подразделения обращают внимание, какие у кого есть недостатки. Берут на карандаш, определяют объем необходимых выполнений работ. И до начала отопительного сезона берут на себя также обязательства выполнять. Своими силами, силами приглашенных, силами подрядных организаций и тому подобное. Среди основных задач также ремонт фасады и кровли, чтобы не было подтеков, а также остекления. Все желающие смогли задать интересующие вопросы, а также сообщить о существующих проблемах. Кроме того, обсудили подготовку к зиме не только технического оборудования, но и самих сотрудников. Собравшимся еще раз напомнили о пользе профилактических прививок. Также нефтехимикам рассказали о порядке уплаты налогов в текущем году. Евгения Галиакберова, Гузель Вазеева, Марина Чернышкова, НМедиа. На этом у меня все. Я передаю слово своему коллеге Айрату Салимову. Приятная новость в начале недели. Мы рассказывали о проблеме, которая волнует нижнекамцев и жителей района последние 10 лет. Дорога, ведущая в деревню Клятле, дорогой ты не назовешь. Ее обещали отремонтировать в этом году до 1 августа. Однако, несмотря на то, что на улице Сентябрь, дорожное покрытие по-прежнему напоминает стиральную доску. Буквально на следующий день после выхода в эфир нашего сюжета пресс-служба администрации сообщила, на проблемном участке стартовал ямочный ремонт. Латать автодорогу ремонтники начали выходные. Сразу после приезда съемочной группы скоро приступят к восстановлению обочин. Как обещают дорожники, работы завершат до конца недели. Однако глобальным проблемам плохой дороги это не решит. Необходимо заново стелить асфальт. Ориентировочный ремонт картами запланирован на следующий год. Напомним, баланс содержателем дороги Балчакли-Калятли является Главтад-Дортранс. Ниждекамцы начали получать уведомления на уплату налогов за 2018 год. Письма рассылаются по почте или размещаются онлайн в личных кабинетах на официальном сайте ведомства. После получения извещения у владельцев недвижимости или автомобиля будет еще два месяца, чтобы заплатить налоги за свою собственность. Крайний срок 2 декабря. В этом году изменилась форма уведомления. В ней теперь указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему. При этом отдельная квитанция не направляется. Есть и другие инновации. Они касаются порядка расчета налогов и предоставления льгот. Это многодетные семьи у нас большой спектр. Это по земле 6 соток они получили вычет. Это по имуществу, налог на имущество. 5 квадратов это с квартиры на каждого ребенка. 7 квадратов это с жилого дома. То есть на каждый объект многодетная семья может воспользоваться. Люди предпенсионного возраста. То есть те, кто подавали заявление. То есть это у нас налоги за 18-й год. За 19-й год они также получат все налоговые льготы, как люди и пенсионного возраста. Если сумма начисления меньше 100 рублей, письма не будет. Налогоплательщик получит его в следующем году. Если же гражданин точно знает, что уведомление ему полагается, но до 1 ноября он так и не получил его, нужно сообщить об этом в налоговую инспекцию. Санаторий-профлакторий «Корабельная роща» празднует свой 35-летний юбилей. Поздравить работников одной из лучших в Татарстане здравниц приехало руководство Нижнекамск-Нефтехима. Ведь именно там сотрудники городообразующего предприятия проходят курсы оздоровления по различным направлениям. На праздники побывала и наша съемочная группа. Сегодня здесь царит праздничная атмосфера. 35 лет стабильной работы – значимая дата. За эти годы лечения в санатории прошли десятки тысяч людей. И все это благодаря чуткому руководству, ответственному и профессиональному персоналу и, конечно же, поддержке Нижнекамск-Нефтехима. Если завтра будет солнце, значит завтра будет поздно. Хочу пожелать от имени себя, от профсоюзного комитета, от многотысячного нашего трудового коллектива вам крепкого здоровья. Большое вам спасибо за ваш класс, за ваш труд. И пожелать вам новых высот и новых юбилейных дат. Спасибо. Становление одного из лучших санаториев Татарстана проходило на глазах Вячеслава Потапова, первостроителя корабельной рощи. Сейчас мужчина пожинает плоды своей работы. Он часто здесь отдыхает и поправляет здоровье. Работало много людей, которым нужно было и необходимо было не только отдыхать, но и лечиться. Поэтому руководство объединения принимало очень большие меры для того, чтобы удовлетворить эти потребности для работающего населения. Нижнекамск-Нефтехим вносит огромный вклад в развитие корабельной рощи. Ежегодно санаторий-профилакторий пополняется современной медицинской техникой. Лечение дыхательной системы позвоночника, органов, пищеварения, сердца, сосудов и многого другого. В программу оздоровления включен полный спектр услуг профилактория. А это ни много ни мало более 15 процедур. В этом году закуплены детские массажные кресла для лечения детей дошкольного возраста и младшего дошкольного возраста. Сейчас на данный момент проводятся ремонтные работы в санатории-профилактория по капитальному ремонту кровли, водолечебницы. Сауна и бассейна, зимнего сада, зенитного фонаря. Также идут внутренние ремонтные работы в кабинете ЛФК. Будет открыто отделение спортивной медицины, массажном кабинете и кабинете врача. Здесь гости-здравницы могут спокойно забыть о городской суете и восстановить силы. Профилакторий «Корабельная роща» давно стал излюбленным местом отдыха для нижнекамцев. Поправить здоровье приезжают несколько тысяч человек в год. Большая часть – сотрудники нижнекам с «Нефтехима». Не зря санаторий «Корабельная роща» считает одной из жемчужин города. Здесь созданы все условия для отдыха и оздоровления. И в этом огромная заслуга акционерного общества, а также персонала «Корабельной рощи». Хочется пожелать еще раз лично вам, наши дорогие коллеги, врачи, медицинский персонал, крепкого здоровья вам, вашим семьям, а нашему санаторию долгих лет жизни, процветания и работы на благо наших работников и жителей города Нижнекамска. С праздником вас еще раз. Спасибо вам. Кирилл Темников, Влас Семагин, НМедиа. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Встретимся в среду в этой же студии и в это же самое время. А для тех, кто не мыслит своей жизнью без интересных и горячих новостей круглосуточно, работает наш сайт www.medianknh.ru и группа ВКонтакте. Проблемы горожан, изменения в законодательстве, происшествия, культурные события Нижнекамска и Республики. Специально для вас мы собрали все самое интересное на одном сайте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций, или у вас есть интересная информация, которой вы хотели бы поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Программу вел Айрат Салимов. До встречи в эфире. Всего вам доброго.